Понятие персональное данное в новом законе трактуется достаточно широко. Это любая информация, относящаяся к физическому лицу. За соблюдением этих норм будет следить Роскомнадзор. Он может блокировать сайты компаний-нарушителей. Исключение сделали только для посольств, авиаперевозчиков и СМИ. От кого собираются защищать данные россиян и для чего вообще понадобился новый закон, понятно в России не всем. Они забыли объяснить, в чем состоит основной поинт их паранойи. Они боятся, что за границей узнают что-то о россиянах. Или им очень важно, чтобы ФСБ знало все про россиян, которые потребляют заграничные услуги. Сторонники нововведения ссылаются на зарубежный опыт, в том числе на ЕС. В Евросоюзе сейчас действительно разрабатывают новые общеевропейские стандарты хранения и обработки персональных данных. Они будут распространяться и на иностранные компании, предоставляющие услуги гражданам ЕС. Однако Брюссель не собирается заставлять фирмы переносить информацию о клиентах на серверы, расположенные в Евросоюзе. Главное — не местонахождение персональных данных, а то, как с ними обращаются, считают немецкие интернет-активисты. На самом деле, очень сложно обеспечить хранение всех данных в одной конкретной стране, ведь в интернете нет границ. Мы очень критически относимся к любым попыткам властей и чиновников, предпринимаемых в этом направлении. Понятно, каковы их намерения — усиление контроля и ограничение основных прав. Впрочем, новый закон в первую очередь коснется не интернет-пользователей, а бизнес. В России работают около 6 тысяч компаний с немецким капиталом. Новый закон коснется всех фирм, у которых есть базы данных клиентов, говорят в Восточном комитете немецкой экономики. Не подлежит сомнению, что с 1 сентября компании должны будут соблюдать закон. Однако немецкие фирмы особенно беспокоены тем, что он вступил в силу так быстро. Ведь еще много открытых вопросов, прежде всего о его охвате и возможных последствиях. Сейчас главная задача для компании техническая. Они должны решить ее в достаточно короткие сроки. Сделать это фирмам, работающим во всем мире, не так просто. Компании eBay, PayPal и Booking.com уже приступили к переносу данных в Россию. А вот Facebook, Twitter и Google пока игнорируют новый закон.